Мне делать романтичное свидание, но это было предложение у ЗАГСа, 18 лет, он был солдатиком, он такой, что там, по набережной гуляем, и такая, да, у меня цветочки большие, мы идем, а у нас есть купол такой, типа, как арки, строение, и чуть дальше уже идет ЗАГС, и он на колено встает, такой вот такой, ходите, и этот костюм нет, и романтика на этом закончилась. Ладно, идеально свидание, чтобы меня встретил мой партнер, на красивой машине такой, присаживался, за ручку, все, прокатил в какой-нибудь рейстик, мы посидели поужинами, он там мне что-то рассказал, мы выкушать хотят, мы вышли с рейстиком, он привез меня домой, двери открываются, вот так вот стоят свечи вперед, раз под лепестки роз, открыты двери в ванную, там все пенками, шампусиком, все, и секс, все. Это было бы идеальное свидание. Услышьте, дайте мне такое свидание, пожалуйста. Ну, у меня не было идеального такого свидания, потому что в школе я была полноватой, у меня были очень сильно кудрявые волосы, до сих пор у меня вот это есть проблема, я выпрямляю свои волосы, комплекс такой, понятное дело, что это небогатая семья. Да, очень сильно мальчики меня унижали, и я бы не сказала, что прям на меня сильно обращали внимание. Я всегда была такой, что кокетливой, в любом случае, то есть да, я знаю, что я не очень хорошая, я не очень красивая, но у меня вот это кокетство все равно имеет место быть. И когда, наверное, может быть, я так себя подавала, что мальчики не хотели просто поухаживать за мной, потому что все равно это зависит от того, какая женщина, и как она себя преподносит. А я всегда была быдловатой, короче, вот, и, наверное, это был мой минус. И надеюсь, что я выйду после проекта, и мне сделают идеальное свидание, которое я хочу, или я сама себе. Ну, я просто привыкла, то, что я сама себе сделала, чтобы не чувствовать себя кому-то должен.